Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Это я одеваю гальво-датчик, то есть его называют гальвонограф, но это гальво-датчик. Это проводимость и сопротивляемость электрического лотока кожи, то есть верхними покровами, в общем, образная эпидермис. Мы сейчас одеваем кардио-датчик для того, чтобы определить пульс давления сердцебиения. Обыкновенная процедура. Многим из вас, почти всем, когда-то мерили давление. В кресло бывают монтированы датчики тремора, не монтированы. У нас есть отдельно датчики в другом полиграфе, в окситоне, где именно можно проверить еще движение тремора. Так как у нас студент хороший, без скверетных привычек, будем его так проверить. В судебной практике полиграф используют нечасто. В 60% случаев прохождение такого исследования отклонялось, в 30% реально проводилось. И только в оставшихся 10 полиграф признавался надлежащим доказательством. В 2015 года Киевский научно-исследовательский институт реально применяет эту практику. При помощи специального устройства и, естественно, экспертов-психологов со специальной подготовкой такие экспертизы реально проводят. В этом году у нас был на рассмотрение Верховной Рады принят подан законопроект, который и остался проектом, в общем-то. Он предполагал внесение изменений, а именно положение полиграфии, в уголовно-процессуальный кодекс. Тогда предусматривалось, что полиграф, а именно это исследование, будет одним из доказательств в суде. А отказ от полиграфного исследования не будет считаться подтверждением вины. Его можно будет использовать только при видеофиксации беспрерывно этого процесса. И нельзя будет подвергать полиграфу людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психологическими, психиатрическими и так далее. Такие исключения были. Но проект все же остался на бумаге. По датчикам, которые фиксируются на теле человека, можно увидеть неоднозначные реакции. Они показывают, что испытуемый переживает или испытывает противоречивые чувства, отвечая на вопрос «да» или «нет». Полученные результаты нельзя назвать стопроцентными. Обмануть полиграф непросто, но запутать его можно. К примеру, изображает тревожность. В таких случаях опытный полиграфолог прекращает исследование. На самом деле, как один из методов, который может помочь в разрешении какого-то судебного дела, его можно применять. Но это не означает стопроцентного точного результата. Есть даже такая, я знаю, поговорка среди специалистов, что полиграф обмануть можно, а вот полиграфолога хорошего нельзя. То есть все равно даже здесь в работе с этим инструментом большой фактор влияния оказывает сам специалист. То есть все люди разные. И вот эти психофизиологические реакции, которые измеряет этот аппарат, все равно можно считывать и анализировать по-разному. Поэтому все зависит от опыта специалиста, от того, сколько времени будет выделено на это. Поэтому тут, да, хоть и метод инструментальный, да, аппаратный, но все равно главное это экспертность человека. Советов о том, как можно обмануть полиграф на просторах интернета достаточно. Среди самых распространенных предложений – обман детектора лжи с помощью успокоительного. Увы, это неправда. Этот миф появился исходя из принципа работы аппарата. Особенно сильные реакции организма, такие как давление, пульс, фиксируются, когда человек врет. Вот только применять валерянку бесполезно, полиграфолог сразу это заметит. Еще один метод – не высыпаться, чтобы быть спокойнее. Усталость, правда, влияет на скорость реакции человека, но задачу обмануть полиграф она не решит. Аппарат имеет высокую чувствительность и подстраивается под каждого испытуемого. Спящего на ходу человека сразу отправят домой с пересдачей. Любимый метод всех советчиков – алкоголь. Дорогу на детектор лжи он, конечно, веселее сделает, но к аппарату вас попросту не допустят, даже если просто для храбрости. По непонятным экспертам причине, среди популярных методов обмана полиграфа – кнопки в обуви. Якобы, если нажимать на них, то реакции становятся менее заметными. Максимально отчаянный и настолько же бесполезный способ. Болевые ощущения со временем притупляются. Реакция организма на боль отличается от лжи. Да и микродвижения на лице заметны эксперту даже без полиграфа. На последнем месте в нашем импровизированном рейтинге – медитация и контроль эмоций. Чтобы полностью владеть своими реакциями, необходимы долгие годы практики. Помимо того, полиграфолог сразу заподозрит испытуемого в заторможенности и изменении дыхания. Обмануть. Употребляют препараты различные, делают себе больно, вставляют себе какие-то шпильки, иголки, кнопки в обувь. Но раньше это могло сработать. Когда были датчики слабые, когда программное обеспечение еще опаздывало от этого всего. Можно вести заблуждение только полиграфологам. Это люди подготовленные. Но я скажу вам, что их такой мизерный процент, потому что не каждого человека можно подготовить. Во-вторых, эта методика подготовки является такой, что сам носитель, владелец этой методики, никому ее не расскажет. Перед тем, как начать процедуру, полиграфолог подготавливает человека. Это вводная беседа, сбор информации и подготовка опросника для предстоящего тестирования. В день проведения исследования необходимо узнать самочувствие испытуемого и объяснить несколько правил. Нельзя делать резких движений, менять положение или отвлекаться. Кстати, для этого помещение, где проходит исследование, полностью изолировано от внешнего мира. А в нем ничего кроме стола, полиграфа и необходимых датчиков. При нарушении любых правил эксперт останавливает исследование. Никуда не отвлекайтесь. Если вдруг что-то произошло, и вам что-то там чиркнуть хочется, почесать нос, вы должны предупредить не во время «да», то есть это противодействие будет, а именно во время задания. После ответа 2-3 секунды подождали, потом повернулись ко мне, я вас увидел, я увидел на камере, что вы ко мне повернулись, да, что случилось, вы говорите, у меня надо нос почесать, все, без проблем. Чтобы вопросы не вызывали у испытуемого лишних эмоций, полиграфолог задает их несколько раз, наблюдая за показателями в своем компьютере. Помимо датчиков, реакции фиксируют несколько камер в комнате. Действительно, такой это очень волнующий фактор для человека, это тестирование. И, конечно же, разные реакции на это все. И иногда люди, знаете, паникуют даже там, где не следовало бы паниковать. Вот, но, конечно, здесь еще важно понимать вообще уровень стрессоустойчивости и хладнокровия человека. Да, ну вот, например, понятное дело, что какие-то какого-то рода психопатические личности, да, им будет легче обмануть аппарат, потому что у них даже уже на генетическом уровне реакции при стрессе более занижены, чем у других людей. Вы знаете точно, кто украл мобильный телефон? Нет. Если ранее полиграф являлся прибором для криминалистов, то сейчас его применение стало более широким. Работодатели используют детекторы лжи для собеседований, коммерческие организации проверяют своих бизнес-партнеров и даже родственники испытывают друг друга на честность. Чтобы считать результаты достоверными, полиграф должен соответствовать ряду технических критериев, содержать необходимый комплект датчиков, а настройки должны соответствовать параметрам согласно государственному стандарту. На данный момент таким критерием в Украине отвечает всего один аппарат – это Рубикон. Именно этот полиграф можно использовать в Украине. И в отношении судебной практики действительно у нас в Конституции предусмотрено, что ни один человек не может быть подвергнут медицинскому, научному или другому исследованию против своей воли. Только по добровольному согласию. А это значит, что, ведь полиграф – это такое же исследование, на него нужно дать разрешение. Человек должен собственноручно подписать письменное соглашение, он должен быть дееспособен, он должен быть 18 лет, и тогда реально с ним можно применить такое исследование. Без специалиста такое расследование не провести. В Украине полиграфологи востребованы, но возможностей освоить эту профессию не так много. До определенного, до 2000-х годов не учили нигде. Это было как закрытый такой клуб, один другого научи. То есть самоучки все были. То есть были, конечно, люди, которые, например, выезжали на границу и там получали образование иностранное. Сейчас есть несколько организаций, которые обучают. Это Всеукраинская ассоциация полиграфологов, которая проводит обучение полиграфологов. И есть курсы повышения квалификации, которые проводятся. И в Одессе, кстати, тоже они есть. Скажу так, что группы там малокомплектные, так как оно не распространено должным образом. В наших вузах, там, где есть такой обязательный предмет, как полиграф, этому не обучают. Хотя должны. Должны обучать не только, как обмануть, а как выявить это. Тогда наверняка должны проводиться перед исследованием какой-то тест. Брать, например, ту же самую кровь на анализ, чтобы выявить, что человек полностью стерильный и чистый перед тем, как проходить это исследование. Но опять же, это затратный и по времени, и по средствам вопрос. То есть наверняка у нас в Украине еще, ну судя по тому, что это не так давно введено, нет этого механизма полностью прозрачного, полного, чтобы человека проверить и быть уверенным. И в качестве аппарата этого устройства, и в качестве самой процедуры, как ее провел эксперт-психолог, и в принципе в добросовестности человека, который проходит исследование. Вот когда все эти компоненты будут соблюдены, тогда это будет надлежащим доказательством. Полиграф успел обосноваться и на национальном телевидении, став основой для ток-шоу. Вот только реальный принцип работы аппарата там не показан. Детектор лжи – шоу. По телевидению его почему показывают? Его смотрит большое количество людей. Если бы показывали то, что мы сейчас с вами проводили, что это было, да? Монотонным голосом. Полиграфолог задает субъекты вопросом. Тот отвечает только да или нет. Никаких вспышек, никаких ярких искр. Никто никого ничего не говорит. Вы лжете, вы говорите правду. Потому что даже то, что мы пройдем тестировать, необходимо время дополнительное. Иногда занимает очень большое время. То есть на следующий день, через день, бывает два дня, надо будет это все исследовать. Только потом уже что-то говорить. То есть результат, он не всегда быстр. Результат, по которому можно определить, человек врет или не врет, бывает один из сотни. Когда субъект дает стопроцентный показатель. Знаете, эталонные показатели, которые вообще возможны. Продолжительная история применения полиграфа у нас в стране пока не показала достаточное количество данных, с помощью которых можно уверенно выяснить, врет человек или нет. Пока, по мнению экспертов, к его использованию в полной мере украинцы не готовы. А дальнейшие перспективы детектора лжи совсем не радужны. Повысить его точность возможно, но лишь в умеренных пределах. Учитывая это, вы бы согласились пройти полиграф? Да или нет? Татьяна Барумбей, Константин Ищерет, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.